Марина, расскажите, пожалуйста, что со книга вы представляете на этом салоне? Это ваша профессиональная, основная занятость в жизни или это ваше хобби? Ну, уже лет 20 это стало моей жизнью, даже не занятостью. Это книга «Сокровище русского орнамента». Первая ее часть, потому что сейчас уже есть вторая, подходит третья. Это книга о том, почему оберег-оберег, почему украшался русский народный костюм. И, собственно говоря, какие силы и какие глубинные мировоззренческие представления скрыты вот за такими самыми простенькими значками, типа крестика, рубика, которого мы привыкли иногда даже не замечать в своей жизни. Кто вы по профессии? Почему вы увлеклись русскими орнамента? Я историк. Но как-то вот сложилось так, что всегда очень любила вышивать, потом научилась ткать, стала мастером ручного ткачества народных промыслов. Ну и как-то вот все пошло одно к одному. Ну, было интересно понять, что вышивается, что ткется. А потом, когда я же ощущаю воздействие этих знаков, я вижу, что это знаки рабочие, они действуют. Ну, было вообще, наверное, то, что меня когда-то как бы подвигло на вот это изучение этой темы, это моя беременность, которую нужно было сохранить. И совершенно неожиданно я обнаружила, что когда я вышиваю, когда я, значит, вот три часа, часа три-четыре поработаю, у меня проходит оттепь, у меня нормализуется состояние, у меня все хорошо. То есть тогда, собственно говоря, стало понятно, что для меня, что оберег является оберегом. Вот. И тогда уже стала пытаться разбираться, как работают символы, почему они работают, что они означали, как, собственно говоря, вот эта вот сложная механика сама по себе функционировала. Где бы 20 лет назад брали источники знаний? Ведь мало было каких-то абсолютно книг, исследований? Ну, нет. Книги, в принципе, были всегда. Дело в том, что они не были известны. Во-первых, это научная литература, этнографические исследования. Потом самостоятельно, так сказать, стала собирать информацию и по экспедициям. У меня очень много знакомых, друзей, которые собираются, занимаются собранием русской народа традиционной одежды, музеи. То есть вот таким образом собиралась вся эта реформация. Скажите, пожалуйста, все-таки основные пять символов, которые используются во всех орнаментах древней России? Это арепей или репей, или колодец, означающий предка, связь с родом, связь с миром духов, миром предков. Вот, собственно говоря, этот знак. Практически известный на всей территории России. Потом, конечно, это ергам, иконики, знаки движения, вращения сил Вселенной, знаки силы, в общем-то, можно сказать, наиболее такие распространенные в народной традиции. Потом это знаки, ну вот их здесь тоже, так сказать, достаточно много разных. Это знаки лягушки, богини плодородия, живы, так сказать, знаки макоши. Это богини-матери, хозяйки судьбы. То есть наиболее такие распространенные силы. Ну вот опять репей, да, мы видим, репей. Значит, по какому принципу вы собрали этот прекрасный труд? Это историческое исследование? Это как бы графика, собранная в примерах? Или это пособие для тех, кто хочет непосредственно руками что-то сделать? Вы знаете, я старалась в этой книжке дать возможность всем найти свое. Во-первых, это альбом прорисовок узоров, именно обработанных для вышивки уже по конкретной сеточке, да, или под качеством. Это информация о том, что они означают, это исторические очерки, этнографические описания. И это, в общем-то, постановка вопроса, как работал лабирект. То есть это попытки найти физические основы воздействия вот именно узора на организм человека. Поэтому тут есть определенный исследовательский класс в этой книге. То есть это действительно многообъемный результат всей вашей 20-летней деятельности? Ну, в общем-то, да. Хотя я не могу сказать, что весь, потому что, вот я говорю, что этих книжек, так сказать, несколько, они... Информация постоянно что-то всплывает новое, постоянно что-то обновляется, какие-то исследования проводят, пропоржу, естественно. Скажите, пожалуйста, вот кому вы адресуете эту книгу? Кому бы вы хотели сказать, что купите, вам она понравится, она у вас не будет пылиться на полке? Ну, наверное, всем практически женщинам. На самом деле я бы сказала так, потому что изначально в русской традиции женщина выполняла функцию регулятора вот этого движения между реинкарнациями души, между рождением и смертью. Она заведовала, так сказать, проводами умерших, заведовала рождением, она открывала вот эту дверь между мирами. А узоры, которые наносились прежде всего на свадебную одежду в первую очередь, это ее инструменты, это то, что воздействовало и на генетику еще ребенка. То есть это то, что сейчас называют пренатальным воспитанием. То есть это, да, это, в общем-то, огромнейший пласт, очень сложный пласт представлений, которые имеют действительно серьезную научную основу, говоря уже даже современным языком. И они действительно нужны, их нужно знать, их нужно знать, чтобы рождались здоровые, красивые детишки. Ими нужно уметь пользоваться, нужно, так сказать, эти традиции продолжать повсеместную жизнь. То есть каждая женщина должна уметь вышить для своего будущего младенца рубашечку? Разумеется, или хотя бы выбрать, понимаете, хотя бы выбрать из тех узоров, которые сейчас наконец-то появились у нас в магазинах, там где-то можно что-то найти, но хотя бы выбрать грамотно, чтобы понять, какой узор, так сказать, и где-то нужно использовать. То есть вы хотите сказать, что русский орнамент сейчас уже пошел в промышленное производство? Есть фабрики, которые делают? Ну, есть не фабрики, но небольшие мастерские предприятия, которые, да, к счастью, так сказать, этим занимаются, это делают, и он потихонечку начинает уже, так сказать, возвращать свое место в жизни. Я очень этому рада. Это здорово. Но вот никогда вам не задавали вопрос, что это на ваших детских рубашечках немецкая свастика? Ну, во-первых, это не немецкая свастика, к большому трагедии русского народного узора, то, что древнейший русский символ коники, 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 древнейший русский символ, который у нас, у наших предков, у нас следовала Индия, Тибет, Япония. И практически весь мир, этот символ был использован фашистами, так сказать, для своих целей. Вы знаете, в России есть регионы целые, где коники покрывали одежду с головы до ног. Нельзя говорить о том, что это, так сказать, немецкий символ, нельзя говорить о том, что это символ фашиста ни в коем случае. Это символ света, это символ добра. Ну, а по поводу детей, на детской одежде он вообще-то обычно не использовался. Коники не для детей. Коники не для детей. Это очень мощный энергетический стимулятор, который способен поднять здоровье, который способен оградить от негативного влияния, в том числе современного техногенного негативного влияния. В общем-то, очень добрый, хороший, сильный знак. Теперь такой вопрос. Вы посвященны, вы уже понимаете, что каждый символ – это таберик. А вот действует ли узор на человека небосвященного, который просто купил, потому что ему показалось, что это красиво? Действует. Действует, потому что в основе, опять-таки, воздействия этих знаков – это прежде всего физические законы. Это как вариант воздействия через сетчатку глаза непосредственно на мозг. Это структурирование межклеточной жидкости в организме человека. И, собственно говоря, действия узора легко… Сейчас появились технологии, которые позволяют это посмотреть, в частности, это тестирование методом фалян, допустим, которое, так сказать, изменение электромагнитного потенциала определенных зон тела человека, оно показывает, что узор работает. В чем верите вы в это, не верите вы в это, работает любой узор. Другое дело, что, если, так сказать, вы одеваете на себя футболку с акульей мордой, то ничего хорошего вы от этого и бить не будете в жизни. А узор, который, так сказать, тысячелетия было на одежде наших предков, который гармоничен, который, так сказать, опробован веками, он действительно приносит добро, здоровье, удачу в жизни. А вы еще даете мастер-классы по изготовлению и самой вышивки, и каких-то предметов, да? Ну, я занимаюсь обычными вышивками, я занимаюсь ручным ткачеством на бердушке бранд, ну, в том числе… Это фактически это плетение? Да, это ткачество, это не плетение, это ткачество, вот, так сказать, это здесь мои поясочки, это вот пинежский пояс, в данном случае женский. Вот это вот как раз тот самый знак, берегинька, которая использовалась в свадебном костюме для рождения, для связи с предками, для деторождения. А вот такая вот ерга – это символ, который, так сказать, как раз поднимал энергетику, здоровье женщины. То есть очень хороший такой мощный женский свадебный детородный береговый пояс. А вот уже вот этот вот узор, да, он уже немножечко другой, это узор, ну, можно назвать, сказать, что это узор на исполнение желания. Определенно, это знак, который наносился на одежду молодых женщин для быстрых родов, для быстрой реализации каких-то дел. То есть это вот символ, вообще-то, ветра и движения солнца. Вот он для этой цели наносился. Вот своеобразные знаки. А это уже поясок обережный. Здесь перун, мечущий свои молнии, опять-таки, свастичные. То есть у него уже такая сила, именно оберега сильная. То есть это защитный, исключительно защитный. А пояса носились поверх одежды, но на самой одежде делали вышивку, да? Да, поясок вообще без пояса не ходили. И поясок было много. Каждая, так сказать, вот эта вот слоеная одежка, она попоясывалась отдельно. Дело в том, что вообще костюм в целом и костюм одежды, так сказать, вот народная одежда, она не просто вот эта вот ее такая и форма мешковатая, и слоистость этой одежды. Она копирует, как сейчас говорят, энергетическое строение человека по принципу матрешки, что есть физическое тело, есть тонкие тела, да? И вот как раз в районе тонких тел вот их копирует, их как бы символизирует одежда с точки зрения народной традиции, а ее вышивка, которая попадает в зону этих тел, она, собственно говоря, и воздействует на энергетику человека, на судьбу его, на то, что она попадает именно вот в эти зоны, так сказать, тонкие зоны. А пояс сам по себе, это то, что привязывает, связывает эти тела, он привязывает душу и тело, он дает возможность жизни как таковой, поэтому всегда был какой-то поясочек тоненький, да, маленький, который носили непосредственно на тело, и который вообще-то не показывали даже никому. И были пояса, вот такие вот кушаки широкие, которые уже, так сказать, одежду сверху опоясывали, то есть там 3-4-5 поясов иногда в один костюм входило с разными назначениями. То есть пояс это одна из таких сакральных... Да, это одна из самых сакральных частей одежды, на самом деле, потому что это вот, это связь, это жизнь, это жизнь, это нить, это образ нити, образ судьбы, это образ связи миров, и, соответственно, это определенный срок жизни человека. А налогная повязка, как называется правильно? Ну, называют ее по-разному. Наиболее такой, наверное, средний вариант – это очелье. Очелье. Да, это очелье, это то, что вокруг пчела проводится, ну, вот, называют ее берегиньками. Очелье всегда тоже украшалось? Очелье украшалось, но дело в том, что очельем, как таковым, пользовались мужчины и девушки молоденькие, потому что уже, да, даже уже, собственно говоря, для девушки постарше, у них уже, это очелье, оно немножечко в более сложный такой девичий головной упор трансформируется. А у женщины налогная повязка очелье, она прячется глубоко под уз... То есть она как часть головного упора, она вообще уже не выставляется, она пока становится более... То есть для взрослой женщины был закрытый... Для взрослой женщины носила, замужняя, скажем так, не взрослая, а замужняя женщина носила головной убор закрытого типа. Волосы не показывались, поскольку волосы рассматривались как тоже, как дорога связи между мирами. По волосам, лучам солнца на землю приходили души для рождения. И именно поэтому, так сказать, этот процесс связи между мирами, его становились контролировать всячески. Волосы были закрыты. Понятно. Что еще из... Видов, как вы говорите, слоев одежды считалось, ну, как важный? Вот сарафан сверху, что... Ну, как, слоев одежды, ну, это, во-первых, рубаха сама. Рубаха, это, так сказать, образ вот именно тонких, первый образ физических вот этих тонких тел человека, это рубаха. Ну, мы все знаем по народному поверью, своя рубаха к телу ближе, то есть на ней вот наиболее личные такие знаки связывают. Потом, потом это для взрослой, для замужней женщины, это понёва. Это, так сказать, силы плодородия, силы матери-земли, ее, как бы, показатель ее деторонных способностей. У девушки и у женщины сверху понёва это фартук. А фартук, иногда съемные рукава еще к нему. Это вот тот щит, как бы, ну, вот, грубо говоря, это магические инструменты, потому что по рукавам, если мы берем, так сказать, образ женской одежды, да, то есть у нас это небесная зона, и вот по рукавам, собственно говоря, с неба на землю в этот мир женщина транслирует то, что она делает. Так сказать, либо это дети приходят, рождаются, да, дыши спускаются по рукам, по рукавам, либо там какие-то еще ее дела, они идут вот по этому вот спуску, да, поэтому очень часто рукава, вот эти вот съемные одеваются на одежду поверх рубахи. А сверху все это еще фартук, а фартук это вот тот щит, которым, как бы, пространство раскрывает, раздвигается, и из-под этого щита, там, руками, можно что-то такое интересное, хорошее сотворить. То есть вот это вот принцип... А мужской одежде какие были законы? Мужской одежде немножечко иначе. Там работала вертикаль. То есть у мужчины творящая, как бы, зона, творящая область, это подолы одежды, подолы рубахи. И там вот эта вертикаль, она работала не через руки, а непосредственно через вот эту вот связь земля-небо, как бы, позвоночный столбик. Там немножко с другой стороны это все функционировало. И, соответственно, мужская одежда, по некоторым данным, она тоже, она даже украшалась полярно-женской. То есть вот эти... И на ней тоже были... Да, естественно, но меньше, но намного меньше, потому что, как бы, еще раз скажу, что вот именно женская функция контакта между мирами, творческая такая шаманская определенная магическая функция, она изначально была женской. И мужчина уже, как бы, ну, может быть, даже он эту программу, которую ему женщина составляла, высотая рубаха, да, он ее реализовывал, транслировал в физический мир. Ему немножко другие символы использовались, чуть-чуть. Ну, символы те же, но чуть-чуть иначе расположены, немножко иначе скомпонованы. Марина, теперь, чтобы закончить наш экскурс русский орнамент, скажите, пожалуйста, вот если женщина молодая, старая, приобретает вашу книгу, она в конце изучив или что-то там для себя поняла, она может себе уже, руководствуясь только вашим этим изданием, сделать какой-то оберег? Ну, может, конечно, может, потому что тут вот этих оберегов много, 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 да. Доступное, непоказанное, расписанное, да, можно, так сказать, выбросить. Поводство к действию. Да, и сделать. Спасибо вам большое, очень интересных сказок книгах. Субтитры сделал DimaTorzok